Друзья мои, я приветствую вас на канале. Видосы стали реже, вы заметили, но у меня есть чем оправдаться. На самом деле, я сейчас параллельно со своим гаражом строю еще гараж моей маме. Смотрите, на какой локации мы сейчас находимся. В общем, здесь скоро будут райские сады свести. Сейчас моя задача снять забор, сюда заедет сейчас погрузчик, сюда заедет КАМАЗ. И будем мы, в общем, отсюда все вывозить, выламывать, выкручивать, делать работу. Ну, она переехала в другой дом, и ей необходимо срочно гараж. Он будет таким же, как у меня. Единственное, что фундамент будет буронабивной с розверком. Это будет плитный фундамент. Гараж будет 6х12. И я его сейчас активно здесь, в общем, сооружаю. Мы уже купили пеноблок, также ворота, алютех для тех, кто любит хейтить. И взяли доски полностью для стропильной системы. Хочу показать, как это все происходило. Первоначально мы заехали на участок, вырубили огромные деревья, вытащили эти невозможные корни, потому что тут был дуб и было две березы. Они были нереально огромные, просто кони. Мы привезли огромный погрузчик GCB, по-моему. Ну, какой-то из вот этих модных погрузчиков больших. Он долго мучился. В общем, это еще и в дождь все было. Короче, выбрал он эти березы, вырвал этот дуб. Дуб, кстати, был сгоревший, от него остался, по сути, только пень. Этот дуб выкопали. Оказалось, что дубы, на самом деле, копать не такое себе и простое занятие. Это просто нереально тяжело было. Он обкопал все вокруг. В этом месте, кстати, у нас планировался в дальнейшем гараж. Поэтому он еще и взбодрил мне весь грунт под этим делом. Но хорошо, что это место было выездное. И он через эту канаву постоянно выезжал с разными деревьями, кустарниками. Все, что, в общем, вычищал с этого огорода. И, соответственно, хорошо притрамбовал. После чего я распланировал участок для гаража 6 на 12. И запланировал места, где будут бурные, бурнобивные сваи. Буры я, конечно же, бурил с помощью мини-погрузчика. Это очень удобно, как оказалось. Мы сделали за один день буквально все буры. Их получилось, по-моему, в районе 18 штук. Каждые полтора метра, в общем. На глубину 1,60 метра. Почему 1,60 метра, объясню. Хотел на 2 метра. И бур это позволяет. На самом деле он и сделан для того, чтобы бурить на 2 метра. Но вся беда в том, как оказалось, что где-то здесь на участке проложена вода. Пришел сосед и говорит, а мы тут воду проложили 30 лет назад. Ну, может она здесь, а может там, а может вот тут. Короче, и все. И мы попали на ситуацию, что мы не можем на 2 метра забуриваться. Значит, я выставил на буре метку на 1,60 метра. И начал бурить на 1,60 метра. Следующим мероприятием мне нужно было завести гравий. Мы его завезли. На кадрах этих кадров, конечно же, нет. Потому что я вам и так кадров с привозом гравия показываю чуть ли не в каждом видео. Так вот, гравий завезли в количестве, по-моему, 35 тонн. И нужно было это все разровнять. Как я не искал погрузчик на районе, их нигде вообще не было. И, в общем, вариант оказался очень простой. Опять же, мини-погрузчик спас ситуацию. Зарядил земляной ковш и попробовал таскать все им. Земляной ковш справлялся просто на ура. Перед тем, как завезти планировщик, я еще попробовал, кстати, привезти челюстной. Попробовать еще челюстью поработать. И вот челюстной ковш, скажу, тоже интересная штука. Челюстной ковш, он не захватывает как земляной. В этом нет никакой необходимости. Его задача брать челюстью. Ну, также он умеет и планировать немножечко. Немножечко, конечно же, планировщикам не сравнится. Но брать сверху мне очень понравилось. И, кстати, всегда такой ажиотаж был, чтобы мне забрать как можно больше. После чего, отработав челюстным ковшом, кстати, тоже на ура я сказал бы, после всех этих мероприятий, в общем, мы взяли, прицепили планировщик с сыном, вот, и планировщикам уже доравняли участок до конца. Сейчас осталось выставить опалубку, лишний гравий скидать в центр, опять же запланировать, протрамбовать, и будем лить большую плиту с двойной сеткой армирования, с утеплением. Короче, подписывайтесь на канал, кто не подписан, впереди море интересного. Но сейчас я привезу трамбовку и буду трамбоваться. Видос получился очень небольшой, но самое главное, что он лаконичный. В этом видео я рассказал, куда я все время пропадаю, почему меня стало мало на канале. Друзья, я не отдыхаю, мы работаем. Просто я не знаю, интересно ли вам параллельные какие-то видосы, вот, ну, что мы еще делаем, кроме как строим свой дом. Если да, буду рассказывать, прям, постоянно. Если нет, то не буду. Все, ладно, подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки. Дождь? Сын, дождь? Сын, дождь? Круто. Все, пока.